Виктория Виктория На самом деле, мне действительно, я одна из тех людей, которые получили административный штраф за митинги, абсолютно на незаконных. Всем привет! Эшникам привет! Не знаю, кто это, в любом случае. Все, будем знать. 15 тысяч, причем, с формулировкой, что суд делает снисхождение по причине того, что не привлекалось ранее к ответственности и имеет на еждевении малолетнего ребенка. Но штраф был абсолютно такой же, как у всех. Это была довольно забавная деталь. И, в общем-то, после этого происшествия, для меня митинг 26 марта перестал быть каким-то просто событием, когда я провела как-то весело досуг или, не знаю, увиделась с людьми. Это стало вопросом принципа. Когда я столкнулась с этой системой лицом к лицу, с судебной системой, в которой ты не докажешь абсолютно ничего, насколько бы не были железны твои доказательства, насколько бы не была хороша твоя защита, ты можешь быть прав по всем фронтам, но если тебя хотят осудить в этой стране, они это сделают. Можно бесконечно говорить об этом, можно бесконечно слушать об этом, но понимаешь это в полной мере только когда ты сам часть всего этого, насколько бесправным ты себя чувствуешь. И когда я выходила из здания суда после первой апелляции, в которой мне было отказано, и милиционер, я понимаю, милиция выполняет свою работу, я их ни в чем не виню. Но милиционер, который шел сзади меня, издевательски сказал, да здравствует наш суд, самый справедливый суд в мире. И у меня в голове что-то в этот момент щелкнуло. И я решила, что меня не запугать этим, не важно, что бы они мне ни говорили, что бы они мне ни приписывали, как бы они ни уверяли в том, что это неправильно и ничего не изменить. Все большие события в мире начинались с того, что людям говорили в первую очередь, ничего не изменить, ты ничего не исправишь, это бесполезно. Нет, это не бесполезно. Они уже боятся у нас. Они уже отчутся. Они боятся у нас. После 26-го. Сейчас создается впечатление, что власть действительно как будто бы постарела. Вместо того, чтобы решать реальные проблемы и быть просто честными, и просто быть людьми, и делать свою работу. Они приглашают каких-то блогеров к себе в Думу, пытаясь как молодящиеся старики нелепо... Саша Спилберг, вперед! Чипсы, все дела. Также я хочу поддержать Анну, которая выступала передо мной. Я считаю, что привлечь женщин к голосованию, привлечь женщин к политической борьбе и политической активности, можно в первую очередь путем решения женских насущных проблем. У нас есть на данный момент репродуктивное давление, связанное с общей клирикализацией страны. У нас есть гендерная дискриминация, что нам ярко продемонстрировал Владимир Владимирович в своем интервью, когда заявил о том, что он не женщина, и у него нет плохих дней. Знаете, плохие дни — это каждый день в России с коррупцией. Плохие дни — это каждый день в стране, где травят жертв сексуального насилия. Плохие дни — это каждый день, когда в стране пытаются запретить аборты. В общем, феминистки Ростова и всей России объединяетесь. Мы считаем, что оппозиция не должна игнорировать женский вопрос. Мы тоже хотим, точнее, мы тоже требуем ответа, знакомая риторика. И в заключение хотелось бы прочитать стихотворение, возможно, неоднозначное, возможно, не очень талантливое, моего сочнения. У великой страны разрывает от злости пульс. Мне не нужно войны, но мой мир бесконечно пуст. Прорубая дорогу, шагаем плечу плечом. Избирайте нам Бога, а мы, как всегда, ни при чем. На крючок и молчок кукловод нынче очень строг. А скажите, почем продается сегодня Бог? С куклой Машей и Сашей проводится эксперимент. Никакой манной каши, попробуйте клей-момент. Кукла просит и верит, и пялит в окно глаза. Вот появится фея, и будут нам всем чудеса. Вместо куклы, неструганной, пьяной, косой, кривой, будет мальчик от рада с кудрявой головой. Там в прекрасном далеко детишкам воржи бежать. Пусть пока что они в пакетиках полежат. Им еще предстоит озлобиться, подрасти. Пусть покажут, научат, втемяшат, куда идти. На Мерлин ли, на Мерзлую площадь ли, в Сити-мол. Все становится проще, двумерней, грубей помол. Все, что стройно шломает, бросай на съедение псам. Мне так холодно, мама, не слушай их голоса. У несчастной страны разрывает любовью грудь. Мы обязаны, мы должны протаранить путь, чтобы спасти, убедить, уничтожить того, кто не. Бог сулит мне весь мир, но готовит меня к войне.